Я еще раз хочу поприветствовать всех тех, кто у нас в гостях. Добро пожаловать! Я очень и очень вам рад. И надеюсь, мое послание, которое я сегодня имею, вы должны понять, что вы находитесь не в клубе и не на празднике, может быть, какого-то фестиваля. Сегодня это наша община. Тех, кто мы есть, то, что мы делаем. И нет такого понятия, как еврейская община, без результата именно религиозной деятельности, потому что еврейская жизнь всегда связана с тем Богом, которому мы служим. Авраам поверил Богу, наш отец поверил Богу, и это вменило в праведность. Вы скажете, но если здесь есть не евреи, что им делать? Друзья, относительно того послания, которое оставил Иисус, наш Мессия, тот, кто стал спасителем мира, он сказал, что у меня есть овцы и не только этого стада, есть и другие. Другими словами, в себе самом он соединил и тех, и других. Многие тех, кто не евреи, приняли Ишуа, Иисуса Христа, личным спасителем, стали сообщниками все вместе. Знаете, когда говорят о том, что многие мессианские евреи, это уже не евреи, они вообще пропадшие люди, я их всегда удивляюсь. Борьба идет всегда между нашим обществом, еврейским обществом и, может, мессианским движением, это тогда, когда мы делимся то, во что мы верим. Мы верим в Писание, где говорится о том, что Бог пошлет Машеха Израилю, и многие верят об этом. В Ишуа мы определили нашего Мессию. Вы знаете, настолько это сильно повлияло на весь мир, что миллиарды людей сегодня верят, что Ишуа, Иисус, есть спаситель мира. В этом это большая проблема. Я уже в четвертом поколении верующий. Моя жена там еще тоже в нескольких поколениях. Наши прародители верили в Ишуа Мессию. И я вам сказал, что первая мессианская община бывшей царской империи родилась здесь, в Одессе. Удивительно. Да, но она родилась из евреев и присоединились потом не евреи. Мы одно целое. Мы считаем, что это важная часть. В многих синагогах, например, если бы сегодня я, как уже в нескольких поколениях, я еврей, да, и верующий, и пришел, сказал бы, что я хочу присоединиться к синагоге, то мне пришлось бы проходить ги-юр, да, это часть жизни, отказаться от Мессии, например, Христа и присоединиться к синагоге. К синагоге могут присоединяться к еврейству, могут присоединяться даже те, которые никогда не имели еврейских корней путем ги-юра, принятия заповедей и прохождения правил, которые существуют для ги-юра. Но знаете, что такое ги-юр? Это как бы обращение, да? Что сделала бабушка Давида? Очень просто. Твой народ будет моим народом, твой Бог будет моим Богом. Куда ты пойдешь, туда и я пойду, и где ты умрешь, там и я умру. Это весь ги-юр. Раньше это была как бы цель очень простая, верить в Бога, который дал нам заповеди. Мы видим это в Новом Завете, это исполнение, у Корнилия дома, когда Бог посылает, мы назовем его Кифа, да, или Петр, Петра, и говорит, пойди в этот дом, и там, в этом доме, у меня есть люди, у меня есть люди. Они не евреи, но ты объяснишь им начатки веры. А тот Корнилий, он благоденствовал, он построил синагогу, он был открыт, он три раза молился, весь дом его молились к Богу, евреям, будучи не евреем, вот по сути, он был римлянам. Вопрос сегодня, что такое именно вот вера, особенно то, во что мы верим. Мы, как верующие из евреев, верим, что Ишуа, Иисус, его называют на русском, есть Мессия, он был и остается, и будет, и вновь грядет. И мы говорим, Баруха Баба Шем Адонай, благословен грядущий во имя Господне. Мы не пытаемся, знаете, вот кого-то обвернуть свою веру, мы пытаемся поделиться тем, что мы верим, какая наша жизнь, что Бог сделал в нашей жизни, и как мы можем именно помочь другим, что мы можем быть, кем мы можем быть, и что можем сделать в этом обществе. В канун Роша Шана, именно вот мы сделали большой концерт, но сегодня я хотел бы говорить слово к нам, ко всем, и тем, кто у нас в гостях, и к нашей общине, к членам нашей общины, которые, я верю, что очень важно для Нового года. Наступил 5776 год, непростой год, мы называем это год Шмиты, год, юбилейный год. В этот год, по правилам Торы, очень много нужно было сделать вопросов, отпустить долги, то есть простить людям долги свои, обернуть землю, не пахать, не сеять, то есть как бы нельзя в этот год было. Но знаете, мы не живем уже в то время, когда в земле Израиля стоял храм. Мы были рассеяны, и многие правила Шмиты, законов, они не могут действовать, потому что мы, например, не живем в сельской местности, мы питаемся от наших рук. Но я знаю, что этот год, он необычный. И нас, верующих людей особенно, беспокоит всегда то, что будет в будущем. Неизвестность, она всегда пугает. Вот, знаете, наступила осень, дети пошли в школу, родители с облегчением вздохнули и сказали, хай, они идут в школу, а мы что-то еще сделаем. На досуге я немного размышлял над тем, чем отличается еврейский Новый год от других новогодних праздников, которые сегодня в мире есть. Ну, для нас, например, неприемлемый для нашей страны или для нашего мышления китайский Новый год. Ну да, я понимаю, что кто-то еще там ставит какие-то жабки, какие-то осликов, собачек и все остальное в своих бутиках или там на своих прилавках, да. Но для нас он непонятный, этот китайский Новый год. Мы не понимаем, это год собаки будет, это что надо всех нужно лаять, или там как жаба перепрыгивать одного места в другое. Я не знаю. Но для нас очень приемлемо, для тех, кто родился и вырос в Советском Союзе, например, Новый год, который мы отмечаем 1 января. Кто из вас понимает, что такое Новый год 1 января? Ну да, да. Те, кто родился в Советском Союзе, примерно считают так. Все, что было в прошлом году, оно в бытие далеко, чтобы забыть и ничего не помнить, что-то было, то, что у нас будет в будущем, зайти в хорошее, будет счастливый Новый год, у нас что-то будет прекрасное, и подбой курантов, оливье и алкоголя забыться. Вот Новый год у нас, как говорится, люди говорят по-русски. Ну, как бы это то, что касалось и всех евреев, которые родились в Советском Союзе и так далее. То, чем мы жили. Забыть все, что было в прошлом году, то есть не вспоминать вообще никого, думать, что что-то будет хорошее в будущем, но сейчас, когда идет бой курантов, нужно быть как все. Вот как бы такое общее. Я подумал, чем же еврейский Новый год, Рош-Хашана, начало года, отличается все-таки от именно вот того привычного Нового года, к которому мы с вами привыкли. И, знаете, в корне во всем. Во всем. Вот, например, один из примеров таких простых. Мы, например, не вспоминаем на Новый год, на обыкновенный календарный Новый год, как нам плохо было. Никто не сидит за столом и думает, так, первого апреля меня там смеялись, меня подкололи, мне зарплату не дали. Никто из вас не вспоминает об этом, правда? Никто не вспоминает о своих врагов. К ним даже не звонят. Звонят только тем, кого любят. К друзьям, родителям, к детям кто-то звонит и поздравляют. Вот это как бы то, как отмечается Новый год в бывшем Советском Союзе. Вообще в мире так отмечается. А вот еврейский Новый год, наоборот, нечто делает особенное, потому что это предвестие самого святого праздника, который ждет нас вот в эту среду. Это Йом-Кипур, день раскаяния, именно покаяния. Даже в советское время, я помню, помню, как старые евреи, которые в нашем дворе жили, там на идыше разговаривали, и они говорили, Кипур, 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 там и все. И всегда нам дети говорят, смотри, не ругайся, ты там себя веди нормально, Кипур наставит, Кипур и так далее. А мы-то не знали ничего, мы по идыше не разговаривали между собой, мы ругались, бились и так далее, но старики всегда нас придерживали этот момент такой, да. А потом начинались еврейские кучки. Многие, как бы, знаете, те, кто не из евреев, понимали, что такое еврейские кучки. Это что, там где-то что-то наложили или как-то еще. Но мы всегда понимали, что это самый веселый праздник будет, да. Это будет сладости, много будет всего интересного. Но интересно то, что вот Рашошана, это звук, который ведет нас к Йом-Кипур, означает то, что нам нужно будет посмотреть назад на прошедший Новый год, то, что было тогда. И тех, кто нас обидел, кого мы обидели, когда нам было плохо, нам нужно вспомнить. Вспомнить, что мы сделали. Наоборот, это призыв к рассуждению. Если в обыкновенном Новом году ты ничего не должен помнить, и утром 1 января проснулся и вообще ничего не помнишь, то Рошошана, наоборот, заставляет тебя подумать, подумать, какие отношения твои с женой были, какие отношения с твоими родителями. Ты давно не звонил маме, ты давно не звонил маме, ты поссорился со своим другом, ты не решил вопрос с работодателем либо со своими работниками. Ты должен примириться. Другими словами, до Йонг Кипура твоя задача вспомнить и все то, что ты, может быть, сделал не тяжелого, неприятного, ты должен будешь изменить. И об этом говорит Ишуа. Например, в Евангелиях он говорит, если ты принес дар Богу, дар Богу принес, и вдруг вспомнил, что ты обидел кого-то или кто-то имеет против тебя что-то, он говорит, остав свой дар, остав все то, что ты строил, делал, прекрасно, ты меценат, может быть, ты самый хороший человек, но ты вспомнил, что кто-то имеет против тебя что-то, он говорит, ты остав свой дар, пойди, примирись, то есть сделай шву, то есть раскаясь, приди и принеси свой дар, и Бог примет его. Очень легко, например, я вам скажу так, честно, очень легко просить у Бога прощения. Вы согласны со мной? С ним очень легко разобраться. Пришел, говорит, Боже, я тебя не вижу, но если ты там есть, прости меня. Очень просто. Сложнее, наоборот, пойти к человеку, с кем ты каждый день пересекаешься. Я сегодня разговаривал с своим сыном, и по интернету, он даже может меня смотрит сейчас, и вы знаете, он мне говорит, папа, мне так тяжело, вот я переживаю, и все, и я говорю, ты не хочешь возвращаться в то место, где он откуда приехал, по одной причине, тебя человек, которому ты доверял, который был твоим, ну так, знаете, вот наставником, тот, кто был тебе примером в жизни, он тебя обидел, он тебя, ну там, у него ситуация произошла, и он внутри очень сильно не обиделся, вот почувствовал унижение, и я говорю, сынок, это, это Йом-Кипур, нужно простить, нужно освободить, вот, и ты не хочешь возвращаться, потому что не хочешь с ним пересекаться, и он говорит, да, папа, я, вот, мы очень часто не хотим возвращаться к людям, просить прощения, решить вопросы, потому что нам сделали больно, и каждый раз, когда он пересекается с этими людьми, у нас что-то внутри опускается, нам что-то не хочется сказать, но, знаете, вот эта ситуация, она всегда с Йом-Кипуром связана, ты должен, Бога, Которого ты не видишь, как ты можешь его прославить, как ты можешь ему сказать что-то, а с человеком, Которого ты видишься, Которого Бог создал, ты на самом деле не хочешь встречаться, вчера у нас было прекрасное служение в Величевске, наша община, в Величевске БТЛ, мы вышли на улицу, и сделали рошу шана там, прямо на улице, где-то 700 человек пришло, я приехал на своей самодельной машине, вы знаете, я смотрел, как люди облепили эту машину, фотографируются, и так далее, каждый восхищается этой машиной, какая машина, какие детали, она такая единственная в мире, или что-то еще, какие там облепили, знаете, вот я смотрел, и мне Бог говорит, смотри, ты трудился над этой машиной, там, больше двух лет, ты там дизайн, это все сделал, и люди облепили ее, восхищаются, вы знаете, что рошу шана, это тот день, когда Бог сотворил Адама, знаете, да, посмотрите на друг друга, и поймете, что вы тоже уникальны, почему-то мы не восхищаемся тем, что Бог сотворил, Бог сотворил тебя, 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 мы не восхищаемся почему-то тем, той уникальностью, которую каждый человек существует, ты такой единственный в мире, в мире, знаете, и мы почему-то вот пытаемся обходить эту ситуацию, рошу шана призывает нас конкретно к той части, где мы посмотрим на друг друга и скажем, как ты уникален, как ты прекрасен, несмотря на то, что ты сделал мне больно, либо я тебе сделал больно, давай к этому дню, к наших отношениях, придем к чистой совести, чтобы мы могли сказать, пусть твое имя будет записано в книгу жизни, то, что говорят евреи, каждую вот на рошу шана, на емки пурге, говорят пожелание, пусть твое имя будет записано в книгу жизни, но для того, чтобы оно было записано, нужно решить этот вопрос, на самом деле решить, мы желаем сладкого нового года, яблоки, мед, першинство, и пускай этот сладкий новый год будет у тебя, но подразумеваем, что Бог будет к нам благосклонен, благосклонен, правда, будет благословлять нас, но чтобы Бог был благосклонен к нам, нам нужно приблизиться к Нему, нам нужно что-то сделать к Богу, невозможно просить у Бога благословения, благосклонность и отдаляться от Него, невозможно, так невозможно, и знаете, я назвал вот свою проповедь, именно надежда моя в Боге, то есть это мой якорь своей жизни, это надежда, и по сути, сегодня люди в раздумии, знаете, вот через месяц у нас будут выборы, поместные, выбирай голову нашего мэрии, города, области, и местные наши управления, да, будем говорить так, мы доверяем людям, вот знаете, вот у нас какое-то есть такое состояние, где мы хотим выбрать людей, которые помогут нам решить наши проблемы, и действительно нам нужно, как людям, как гражданам нашего города, нам нужно участвовать в выборах, я вам честно говорю, нам необходимо участвовать, смотреть на кандидатов, не смотреть на партии, вам смотреть нужно на люди, которые могут именно что-то сделать, потому что в каждой партии есть своя паршивая овца, вы понимаете, да, о чем я говорю, смотрите на людей, которые что-то делают, и вам нужно быть участниками этих выборов, но когда мы полагаем свою надежду от человека, это неправильно, все равно, кто будет у нас на выборах выиграть в мэрию, или же в областной, в области, кто будет у нас депутатами, все равно, потому что они не спасители, вы слышите, они не спасители, они не спасут нас, поэтому на кого ты полагаешь, на кого ты положил свою надежду, сегодня люди полагают свою надежду на случай, люди сегодня полагают свою надежду на людей, на суеверие, пойти погадать, пойти что-то еще, взять свою жизнь в руки кого-то, дай мне какую-то надежду, и на самом деле надежда на человека, она не оправдывается, надежда будет только на Бога, и вы спросите, а все-таки что происходит, что происходит, если вы посмотрите, люди сегодня задают вопрос от везде, мы, видя деградацию, веру отцов наших, мы задаем вопрос, а что происходит, когда подменится понятие в политике, мы говорим, а что происходит, мы видим угрозу секулярности, то есть мирского мышления, нашего еврейского народа, наших вообще людей, они далеки становятся от Бога, и мы спрашиваем, что происходит, когда мы видим волнение на Востоке, когда мы видим это изменение на Ближнем Востоке, когда волна эмиграции захлынула сейчас Европу, и мы спрашиваем, что происходит, мало того, что и вот мусульманские, или там будет арабское такое движение, изменить, или переместиться, эмиграции беженцев в Европу, они внутри, они не меняются под стиль или веру, надежду, которую имеет старая Европа, и мы спрашиваем себя, что происходит, что происходит, когда я думал об этом, я вспомнил сразу книгу Иова, Иов не был евреем, но он остался, его послание осталось в Танахе, как на учении, и вот смотрите, что он пишет, 8 глава Иова, 13 глава, «Кто забывает Бога, тот тростнику подобен». Забывающий Бога не имеет надежды. Слышите? Вот этот вопрос, забывающий Бога не имеет надежды. Если мы хотим быть ближе к Богу, чем ближе к Богу, тем больше надежды у нас есть перемен. Чем мы дальше от Бога, тем меньше надежды, что что-то произойдет. Забывающий Бога не имеет абсолютно никакой надежды. Я знаю, что мы, как верующие люди, мы должны помнить, что наша надежда не зависит только от выборов. Наша надежда зависит от Бога. Какая же надежда бывает? Знаете, я хочу сперва сказать, что не является надеждой. Оптимизм – это не надежда, это чувство. И чаще всего оптимизм – это ложное чувство, что все хорошо. Мы говорим, не волнуйся, все будет хорошо. Мы себя иногда обманываем. Лучше быть оптимистом, чем пессимистом. Это сто процентов. Я не против оптимизма. Я за то, чтобы у нас было правильное отношение к надежде. И вот этот год, этот год такой надежды, потому что мы не знаем, что происходит. Мы не знаем, что принесут выборы. Мы не знаем, что происходит сейчас с Европой. Что происходит вообще с экономикой. И нам нужна надежда. В этот год смяты нам нужна большая надежда. И вот оптимизм не является надеждой. Это всего лишь психологический настрой человека, который говорит себе, «Все будет хорошо». Но надежда говорит «плохо». «Все очень плохо». Но я верю. Есть разница. Я верю, что от моих сил, то, что я там буду делать, может быть, не изменится ничего, но я верю, что Бог в контроле всего. Все царства Его, все люди Его. Посмотрите друг на друга, поймете, что вы сотворены Богом. Вот надежда – это не оптимизм. Оптимизм всегда обманчив. Оптимизм не дает мира. Он не дает понимания того, что на самом деле все может измениться. Надежда, Библия или Тора говорит о надежде, как есть три позиции. Первая надежда – это желаемая надежда. И многие из нас, вот я говорю сейчас к верующим людям, которые верят в Бога, многие из нас живут желаемой надеждой. Мы хотим, чтобы что-то изменилось. И мы путаем надежду, которая не постыжает нас, с тем, что мы желаем. Мы желаем перемен, но от того желания они не произойдут. Мы желаем, чтобы у нас были выборы, какие мы хотим выборы, чтобы они были. Но от того, что ты желаешь и не участвуешь в них, ничего не делаешь, они будут такими, какие они должны, какие мы не будут. Знаете, как мы часто молимся, Боже, не дай нам царя, которого мы заслужили. Вот момент такой, как мы хотим, то есть желание, это надежда, которая у нас есть. Желаемая надежда, она никогда не исполняется. Или я вам пример приведу. Она похожа на что? Вот желаемая надежда. Когда вы спешите из селка Кокотовского на шаббат, на Миньян или на молитву, вы поздно выехали, и вы надеетесь доехать сюда очень быстро, но по пути вы молитесь, чтобы на каждом перекрестке был зеленый свет. Вот это надежда. Я надеюсь, что когда я еду, будет зеленый, 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 и я вовремя приду. Вопрос. Свет есть свет. Правда? Конечно, он подконтролен Богу, но если он включается, и ты остановился, думаешь, Бог меня не слышит. Причем здесь Всевышний? Причем здесь Бог? Это надежда, которая на самом деле, просто желание, которое мы имеем. Следующая надежда, которая более очень твердая, более основательная, это надежда ожидания, ожидаемая надежда. Что я имею в виду? Например, садовник, кто-то у вас, мы здесь все там чуть-чуть в себе в душе, колхозники, да, такие, мы имеем маленький где-то участок, дачу, в Советском Союзе это вообще было очень популярно, иметь маленькую дачу и что-то там выращивать. И вот вы покупаете семена микадок, самые вкусные помидоры, которые у нас в Одессе есть. Я вам скажу, даже киевляне нам завидуют, что у нас постоянно такие хорошие помидоры. И вот вы сеете это семя, и вот вы же имеете надежду, что это семя прорастет. но у вас есть причина. То есть вы знаете, что из этой семечки не вырастет арбуз, но это будет обыкновенный помидор, который вы сеете. И вот эта ожидаемая надежда, вот она ожидаема тобою, она производит плод какой-то, потому что в нем уже внутри запрограммировано понятие, что я ожидаю. Когда женщина говорит, я в положении, ты понимаешь, что она ожидание. То есть ожидание родов. Есть причина, есть ситуация, которая необходимо понимать, что вот это более твердо. Ты знаешь, что ты делаешь, и это произведет ожидаемую надежду. То есть ты надеешься, что то, что ты делаешь, оно будет так, как ты планируешь. Но это тоже не то. Последнее, это то, что вот Библия говорит нам о непостыжаемой надежде, твердой и убедительной. Надежда, которая в Библии говорит, в ней утверждались веры, да, и в надежде утверждались наши отцы. И Авраам поверил Богу, его надежда была настолько сильна, что Бог ему даст эту землю, что он собрал свои вещи, взял свою семью, и он ушел. Вера без надежды, они не могут быть разграничены, они всегда идут вместе. Надежда и вера. они всегда идут вместе. Например, притча 29-25 говорит, боясь перед людьми ставить сеть, а надеющийся на Господа будет безопасен. Вот этот момент такой, надежда, которая настоящая, внутренняя надежда на Бога, она несгибаемая. То есть, она не гнется под тяжестью трудности, которую мы проходим, под тяжестью ситуацию, которую мы переживаем, надежда, которая, она не становится гибкой, как мы, знаете, под каждого подстраиваться. Нет, надежда, которую Бог обещает в Танахе или в Торе своей и в Новом Завете, она не гибкая, она тверда, она твердая, это надежда. И следующее, когда ты будешь вопить, спасет ли тебя сборище твое, всех их унесет ветер, надеющийся на меня наследует землю, будет владеть святою горою моей. Вы знаете, этот момент очень интересный, потому что Бог хочет, чтобы мы были утверждены. Мы с вами не похожи на колеблющихся людей. Те, кто верят в Бога, полагают надежду на Всевышнего, они не похожи на другие народы. Они полагают свою надежду на Бога, который помогает им. По евреям послание к евреям, к нам всем. Это в новом записано. Вера же означает, что мы уверены в том, на то, что не надеемся. Она означает, что мы верим в то, что некоторые вещи существуют, хотя мы их еще не видим надежда во то, что мы еще не видим. Я как говорил уже, надежда и вера ходят вместе, они невозможно отделить одно от другого. Послание к Арифинам, 13 глава, 13 стих, пока же остается три части. Вера, надежда, любовь. И самая великая из них любовь. Мы очень много говорим о любви, любви ближнему, что говорит об этом Тора, возлюби ближнего самого себя. Мы много говорим о вере, верою, Авраам и другие пророки, они жили верою, но мы мало говорим о надежде, потому что это чувство более теологическое, нежели чувство, которое мы переживаем, наше желание. И послание к Евреям, 6, 19 говорит, мы храним эту надежду, вот надежду в Боге, мы храним ее, как якорь нашей души, не сгибленной надежной, эта надежда проникает во святилище за завесу. Другими словами, вот надежда, которую мы с вами имеем в Боге, которая может изменить всю ситуацию, она нас именно приводит туда, где мы встречаемся с Богом лицом к лицу. Почему я говорю об этом? Многие люди движимы надеждой вот чувствований, как бы желаний своих, либо ожиданий своих. Вера, которая говорит в Писании, она имеет немножко другие позиции. Во-первых, незыблемая, надежная и якорь. И знаете, украинский перевод, он интересный, он говорит, не зломанный, то есть не переломанный, не гибкий. То есть надежда, она твердая в Боге. Почему я говорю об этом? Потому что, я уже заканчиваю это свое послание, потому что в Писании у нас есть, для нас с вами есть 7 тысяч обещаний в Библии. Для нас с вами есть 7 тысяч обещаний. 7 тысяч. Вот эти, аж какие обещания? Бог говорит, я хочу благословить тебя. Я хочу с тобой общаться, хочу, чтобы ты успевал, чтобы ты был целостным, чтобы ты был одно, второе, 7 тысяч обещаний, которые Бог дал. И если моя надежда в Боге, который дал мне эти обещания, моя надежда должна быть твердой, что он обязательно исполнит. Есть в Писании такая фраза, Бог, дай бы там по-другому как-то так, если что, то, что Бог не может сделать? Есть ли то, что Бог не может сделать? Есть ли что-то Богу невозможное? Как вы думаете, есть ли что-то Богу невозможное? А я вам скажу, есть. Две вещи, которые есть Богу невозможные. Отказаться от самого себя. Невозможно Богу отказаться от всего себя. И второе, Бог никогда не лжет. Вот когда мы говорим Богу, нет ничего невозможного. Две вещи, которые он не может сделать. Отказаться от себя самого, от своего народа не может казаться. Да, можно сказать, и третий может. И он никогда не лжет. Поэтому обещание, которое он дал нам, он говорит, я их исполню. Но чтобы исполнить, ты должен что сделать? Приблизиться. Друзья, я понимаю, что я сегодня говорю, какой-то такой вот момент, подталкиваю вас на что-то особенное. Но когда вы покупаете телевизор, я понимаю, что мы все умные, мужчины особенно. Я понимаю, что мы крепки, мы понимаем, что происходит. Мы открываем коробку, мы не читаем ничего, его ставим в резетку, потом берем шнуры, чтобы подключить и все остальное, что-то не работает. И только тогда, когда оно что-то не работает, мы берем инструкцию, начинаем читать. Мы когда говорим о нашей надежде на Бога, что мы хотим от Бога что-то получить, Бог говорит, придите ко мне. Говорит, мы пришли. Хорошо, вот что, мы тебе молимся, что дальше? Он говорит, у меня есть тебе инструкция, у меня есть 7 тысяч обещаний, которые я обещаю тебе. И я тебе говорю, что они, да и аминь, они исполнятся. Что нужно сделать? Исследуй его. Исследуй Писание. Смотрите, еврейский календарь, он очень уникальный, на самом деле. Бог так усмотрел. У нас сейчас Рошашана, потом Йом-Кипур, потом у нас будет Суккот, праздник Суккот. И после Суккота у нас какой праздник? Праздник Торы. Мы изучаем, почему мы так делаем? Мы изучаем, чтобы нам знать эти все обещания. Ишуа говорит, исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а одни свидетельствуют обо мне. И эти дары, которые Бог нам предусмотрел, они записаны все в Торе. И для этого Библия нам дает правила. Давайте посмотрим. Сейчас я позову людей, которые будут трубить в Шафар. Шафар, который призывает нас к раскаянию, провести шуву, подготовить нас к нашему Йом-Кипуру. При всем этом давайте вспомним наших близких и родных. Давайте вспоминать тех, которые нам сделали тяжело, что мы страдаем. Давайте будем вспоминать о том, что Бог хочет, чтобы мы имели примирение с Ним. Я зачитаю вам одно местописание, одно из семи тысяч обещаний, которые Бог дал для нас в Торе. Это хафтара, вернее, это пророки. Исаия 53. Обещание. Услышите обещание? Это то, что Бог дал, говорит, это благословение. Но Он взял на Себя наши немощи, понес наши болезни, не вынесете ни гектара. Гектара только их определяют. А мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он излязлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наше. Наказание мира нашего было о Нем и ранами Его мы исцелились. Становится ли это обещанием? Как мы воспринимаем Его? Скажите, Бог может лгать? Если пообещал, сегодня это обещание Твое. Но для того, чтобы иметь это обещание в своих руках и твердо надеяться на Него, Бог говорит, совершите День покаяния. День покаяния. Я не говорю вам сейчас падать на колени, вопить к Богу, Господи, прости. Я хочу, чтобы вы сегодня помыслили о своей жизни. каким годом прошел, что было в этом году, где те истории, где нам нужно изменить. Может быть, сегодня или завтра пойти к тем людям, взять торт и сказать, слушай, прости меня, прости меня, что я, может, сказал это слово или сделал эту беду. может быть, ваши родители, которые давно не слышали звонков от вас, а может быть, вы, родители, может быть, чем-то вы на самом деле наехали своих детей жестко в какой-то форме и, знаете, они обиделись, потому что вы не могли их понять, не захотели их понять. Спросите Бога сегодня, спросите Его сегодня, что я должен сделать. Это Роша Шана. это вот именно Роша Шана в своем контексте. Мы должны быть искренни перед Богом. Где наш шафар? Вы же занесли наверх, сейчас принесут. Давайте мы сейчас ставим наши ноги. Я призываю вас, потому что я верю, что это особенное время. Исайя 53 в синагогах не читают. Ее не комментируют, потому что это та глава, которая явно показывает о Мессии. Современный иудаизм более отрицает уже страдания Мессии, как оно описано в Исайе, говоря о том, что это Израиль, который страдающий. Но буквально до прошлого тысячелетия большинство раввинов, которые влияли на созидание еврейской мысли, они соглашали, что Исайя 53 это явная, явная картина страдающего Мессии. В нем мы, как евреи, верующие в Ишуа, как Мессию, увидели того обещанного Мессию для нас. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Он не возложил это на курицу, которая будет на емкий пур крутить головы, да, и кричать, что все мои грехи на нее возложены. Причем здесь курица? Это не твой сосед, не твои родители, не твоя жена, когда Адам сказал жену, которую ты мне дал, вот она мне послужила соблазном. Бог определил жертву в виде своего сына. Он истезуем был, но страдал добровольно. Не открыл уст своих, как овца ведем был на заклание, и как агнец пристригущем его безгласен. Так и он не отверз уст своих. От уст и суда он был взят, народ его кто изъяснит? Он был оторгнут от земли живых, за преступление народа моего претерпел казнь. Ему назначили гроб со злодеями, но он погреблен у богатого, потому что не сделал греха, и не было лжи в устах его. Но Господу было угодно поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилестемления на Йом-Кипур, он узрит потомство долговечное и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой его. Это наша Пасха, об этом мы всегда говорим. И все же в среду у нас Йом-Кипур, кол недрей все наши прегрешения и звук шафара нас зовет к раскаянию. После как прозвучит шафар, я прошу, чтобы вы опустили головы и поговорили с Богом. Если вы не можете, просто сказать Господи, может быть, этот ребе, который сегодня говорил слово, может быть, он прав, я не знаю тебя, но мне так хочется, чтобы мое имя было записано в книгу жизни. Обратитесь к нему, и он обязательно вам ответит. Субтитры СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Абба, спасибо Тебе. Спасибо, что у нас есть к кому обратиться. Мы все ходили, как овцы, каждый на своем пути. У каждого из нас есть жизнь, которая не хочет со всеми делиться. Но сегодня в Роша Шанам перед Ёмки-Пуром ты Бог наш. Наш Творец. Возри на нас. Кто-то может из нас уже в преклонных годах, а кто-то может быть очень молод. Но не возраст диктует нам отношения с Тобой. Даже не седина, либо красота в наше сердце. Сделай наше сердце чистым, чтобы Господь Ты осветил нас, приготовил нас. Дай нам возлюбить наших близких, родных, наших врагов. Господи, только Твой шалом, Твой мир может изменить этот мир. Ала-ла-ла, этот мир, преображение этого мира может произойти только с Тобой. И в преддверии наших выборов, перемен, которые в этом году нас ожидает Господь. Наша надежда на Того, Который управляет этим миром. Смотря друг на друга, мы понимаем, мы не с другой планеты. Мы созданы Тобой. Мы не произошли от обезьян. Мы созданы по образу, подобию Твоему. И эта надежда у еврейского народа, она существует и остается, и будет существовать. Ты и мы. Господи, открой наше сердце. Мы благодарны за всех наших гостей, которые вместе с нами, празднуя этот Новый год. Год надежды. Шмита. Отпустить измученных на свободу. И пускай наши имена будут записаны в книгу жизни. Благословенно имя Твое, Бог наш. Благословенно имя Твое, Бог наш. И пускай Бог Авраама, Итца Хаякова благословит вас, охранит вас, призрит на вас светлым лицем своим, помилует и даст вам свой мир, свой шалом. И мы будем очень рады, если вы познакомитесь.